Всем привет! Да не кричи ты! Всем привет! Днепр на связи! 22 августа, час 30 ночи. Ну шо ж ты кричишь и кричишь, кричишь и кричишь. Луна светит, труба, друзья, яркая, мощная. Белые ночи, короче. Что, друзья, у нас по обстановке? Была тревога у нас. Ух ты! Кто это крикнул? Хе-хе-хе. Дурдом. Короче, кричит это пуха, часова. Кричит всю ночь. И кто-то крикнул из окна, еще типа заткнись. Фу, говорят, тревог вечерних, но вроде у нас спокойно. Что, друзья, по обстановке? Вы готовы? Интриги, скандалы, расследования, сборка свежих сплетен на разную тематику. Поехали. Глава областной военной администрации Сергей Лысак рассказал, что за прошедший день под атаками артиллерии и дронов Камикадзе вновь находился Никополь. Повреждена инфраструктура, заправка, три частных дома, сарай, автомобиль и линия электропередач. По информации, которую уточнили, из-за утреннего удара по Марганецкой громаде разбит дом и сарай. Люди все целы, живы и невредимы, слава богу. А вот чего не скажешь у жителей города Кривой Рог. Там мужчина умер от удара ногой в голову. 41-летнего жителя доставили в больницу после драки со знакомым. Спасти его не удалось. Теперь убийца грозит от 7 до 10 лет за умышленное убийство. Вот так и друзья, да? Нормально подрались от удара в голову с ноги. Что еще, друзья? В нашей области задержали 4 браконьеров. Река Вовча, Павлоградский район. Нарушители с помощью сеток выловили 203 килограмма толстолоба и нанесли убытки стране на 211 тысяч 4 гривны. Еще 2 браконьера рыбачили на Макуртовском водохранилище Криворожского района. 5 сеток с лодки. Они наловили 26 килограмм рыб. 5 сеток и 26 килограмм рыб. Это или что-то там уже, наверное, их это... На месте дали взятку. Ну, чтобы меньше был урон, да, и дали административку, а не уголовку. Или такие рыбаки. Ну, 5 сеток и 26 килограмм. Ну, это, блин, на один фидер можно наловить больше за короткий промежуток времени. Ну, это такое. В общем, 5 сеток с лодки. Они наловили 26 килограмм рыбы, 45 карасей и 35 плотвичек. И нанесли убыток 129 тысяч 13 гривен. Забрали у них сетки, сетки, сетки. И сложили админпротоколы. Что еще, друзья? Подозреваемого в убийстве Ирины Фарион перевели в другую установу для обеспечения безопасности. Причины угроза со стороны дочки Ирины Фарион. Представляете, что творится? И еще указывается, что у нас бензин подорожает на 10 гривен, дизель на 11, а сжиженный газ на 600 гривен за баллон. Об этом сообщила Нардев Южанина и рассказала о новых акцизах. С этого плюсуем подорожание абсолютно на все. Проезд, продукты и все остальное. Радость на какая! Ура! Что еще, друзья? Министр МВД Клименко отреагировал на комментарий без угла о том, что сдаем Донбасс, выводим войска и сказал, что Донбасс никто не сливает. Полиция, спасатели, сервисные услуги, подразделения органов системы МВД усиленно работают при фронтовых общинах Донбасса. Силы обороны Украины делают все возможное для того, чтобы сдержать наступление врага. Не поддавайтесь панике, все на местах, все работают и делают все возможное и невозможное. Не могу корректировать нормально звукоподачу, потому что ухи заложены. Так, что еще, друзья? Нефтебаза в Ростовской области, которая горит уже 4 дня, взорвалась еще одна цистерна вечером. Обстановка на данный момент от украинских информисточников. 14 цистерн полностью уничтожены, 4 частично уничтожены, 44 состояния неизвестно, 16 пока целые. Что еще, друзья? Издание Kiev Independence заявило, что украинские власти намерены этой осенью подготовить почву для возможных переговоров с Россией. Украина стремится начать разговор с Россией и провести переговоры об обмене пленами по принципу «все на всех» – продовольственной безопасности и ядерной безопасности. Ну, хотел бы я на это посмотреть. Что еще, друзья? Голос Америки сообщает, что Украина приглашает на службу отставных пилотов НАТО, которые умеют летать на F-16. Вопрос, зачем, если сказали, что пилотов подготовили больше, чем самолетов, которых дали. Ну, то такое. По данным издания, об этом заявили во время визитов Киев американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументаль. Но военным пилотам на пенсии не так просто записаться в добровольцы, и на это нужно разрешение правительств стран Альянса. Что еще, друзья? Анализ от «Зеэкономисты» здания после наступления на Курскую область ослабления обстрелов украинских позиций не случилось, а наоборот, только увеличились они. Буданов сделал резонансное, очень важное заявление. Предварительная атака беспилотников на аэродром Савослейка произвел к уничтожению МиГ-31 и двух транспортных самолетов Ил-76. Также он сказал, что ГУР атаковали беспилотниками Центр радиотехнической разведки и аэропорта Стафьева под Москвой и российскую авиабазу Миллерово в Ростовской области. Вот видите, вот Москву, Москву захватили, ВСУ на подходе в Москву, перемога Буды. Всем привет. Так, что еще, друзья? В Закарпатье у военкома Василия Зубата в СБУ проводят обыски. Об этом сообщают местные СМИ. Одновременно происходит более 20 обысков в СБУ у работников ТЦК и в больницах, где проводят ВЛК. Сообщают, что руководители ВЛК в хусте Медведя нашли деньги с передачи в качестве взятки. Не верю, не может такого быть. И фотку военкома вставили на мопеде в футболке СССР. Хе-хе, вот что дают, да? Короче, ну не может такого быть. Ну, ТЦК, что самые честные люди. Вот все говорят, что, ну, они же на благо страны людей в бусики запихивают. Вы че? Как обыски? Прекращайте, дайте людям работать. Ну вы шо? Ну, после этого никто в ТЦК идти не захочет. Вы шо? Что еще, друзья? Известный блогер убежал за границу. Фамилию не знаю и говорить даже не буду. Сообщается, что недавно его заметили в аэропорту Мюнхена. А пару дней назад он удалил свой ТЦК. В Инстаграме исчезли все посты. А Ютуб-канал его пустой. Оказывается, его еще месяц назад назвали предателем. Добавили в базу миротворец. И обвинили в воровстве 5 миллионов гривен с его сбора для пострадавших детей Ахмадета. Ай-яй-яй-яй-яй. Донатьте, донатьте на Ахмадет. Донатьте на бусики, на дроны, на автивку, на все. Донатьте, потому что ничего не ма. Ци руки ничего не кралы. Западные партнеры ничего не передавали. Да. Донатьте на Ахмадет. Так, что еще, друзья. Президент Чехии заявил, что если за подрывом северных потоков стоит Украина, то это была легитимная цель. По его словам, трубопроводы были стратегическими объектами, которые являются легитимными целями во время вооруженного конфликта. То есть, если даже Украина стоит за северными потоками, это законно. Считает Павел. Вот так вот. Такие дела, брат. Любовь. Что еще, друзья. Шольц пожаловался. Говорит, Украина готовила атаку в Курской области секретно и без обратной связи. Он обозначил, что Германия внимательно следит за развитием событий. Шольц уверил, что Германия продолжит поддерживать Украину и останется ее наибольшим поклонником в Европе. А? А, вот что творится-то. Перемога будет. Издание «Телеграф» говорит, что Украина может начать большое контрнаступление в 2025 году. Бригады, которые сейчас учатся, планируют направить для усиления операции на Курском направлении или в Донбассе. В зависимости от того, где российские военные выявят признаки слабости. Атака ВСУ может быть и направлена на Крым. А Керченский мост будет уничтожен в ближайшее время. Представляете, что творится в мире? Сдался вам тот мост. Там уже никто ничего не возит и не ездит. Ну, надо, да? Прямову создать. Представьте, сколько марок выпустим. Ура! Керченский мост! Ура! 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 Разрушили! Ничего по нему не возят. Разрушили Керченский мост! Ура! И напоследок. Вот это Трамп, после того, как заявил, что он красивее, чем Камала Гаррис, сказал новое свое обращение, говорит, я зову ее Камала Реготушка. Видели вы когда-нибудь, как она смеется? У нее не все дома. Вот не нравится Трампу смех Гаррис. Живите с этой информацией. Спасибо за внимание. Берегите себя, своих близких. Всем добра. Определенным людям бобра. Бог любит вас, а мне утром в храм. Поэтому я буду стараться уснуть. Всем пока. Спасибо за внимание.